Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. С заботой о детях. В России принят закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов. Готовы ли в школах Ненецкого округа к таким изменениям? Крысы-тараканы, отсутствие воды и бездействие ответственных лиц. И это страшная реальность жителей заводской 9А. Есть ли выход из коммунального коллапса? 10 тысяч тюльпанов голландских сортов распустятся к весеннему празднику в Нарьинмаре. В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к срезке первых цветов. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля 2020 года. Предложение о дате проведения голосования по поправкам в основной закон России поддержал президент Владимир Путин. Известно, что этот день станет нерабочим. Об этом накануне сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Госдумы по госустроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в неочередной выходной день должен быть оплачен работодателями. У граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, а у Центральной избирательной комиссии и других комиссий организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие, передает ТАСС Словак Рашенинникова. Напомним, внести изменения в основной закон России президент Владимир Путин предложил в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Для выработки поправок была создана рабочая группа. Жилищные проблемы – вечная тема, которая не теряет своей актуальности. Еще одна история, которая стала страшной реальностью для некоторых лесозаводчан. Многие годы жильцы дома 9А по улице Заводская пытаются достучаться до тех, кто способен помочь им, но двери закрыты. О том, в каких условиях в 21 веке приходится жить людям, расскажет Екатерина Дементьева. В этом доме как бы живу с 15 лет. Как многодетная семья, так ничего не получила, дети все выросли. Туалеты прямого падения, которые не чистятся, отсутствие какой-либо воды. Эта деревяшка была построена еще в 1977 году. За 43 года здесь не проводилось ни одного капитального ремонта. Уже написаны десятки писем, озвучены сотни просьб в адрес местных чиновников, проверяющих и контролирующих структур. Ответ всегда один – нарушение не выявлено, дом пригоден для жизни. Нет, вам не положена тут вода. У вас колодец есть? Есть. Я спросила, а горячую воду вы у нас высчитываете? В системе отопления у вас горячая вода. Я говорю, попробуйте эту воду, сами наберите. Во-первых, у нас кранов нет в комнатах. У нас раньше стояли, когда общежитие было заводское. У всех можно было в комнатах как бы эти, ну и тому эту воду только вот, ну чисто посуду помыть, ее как бы не помыться, не постираться. Она сказала, говорит, сделайте заявочку, мы приедем в каждую комнату, поставим кран. А дальше что? Я вообще не понимаю, как с ними воевать. То есть у вас вообще никакой воды нет? Нет. Вот у нас, сказали, колодец стоит на улице, вот, пожалуйста, вода. У нас даже бабульки ездят с канистрами на автобусе на Сахалин воду, берут воду там, потому что эту воду пить невозможно. Она вот утром, если ее набрал, она к вечеру, как будто бензин разлили. Галине Андреяновне выделили комнату в общежитии семь лет назад. Ветерану труда приходится ходить за водой на колонку и платить необоснованно большие счета за коммунальные услуги. Никаких уроков нету, мне 71 год, я воду ношу. Тут не можно пройти, дворник был, дворника нету, ничего вообще, полы не моются, живем как семинарник. Весной содержимое туалетов поднимается и топит пол в помещении. Единственный выход из положения – уложить на этот период доски, по которой можно добраться до зловонной ямы. Проваливающийся прогнивший пол управляющая компания отремонтировала, поставив заплату из деревянного счета. А крысы у нас как тут ходят? Люди из остановки идут по дороге, они у нас с общежития до помойки, с помойки до общежития. Они даже людей не боятся. Здесь в буквальном смысле слова хозяйствуют крысы и мыши, а тараканы и клопы уже как домашние животные. К слову, жильцы обращались с этой просьбой в управляющую компанию. Коммунальщики, в свою очередь, перенаправили в санэпидемстанцию, где жителям деревяшки поставили ультиматум. Либо за услуги платит управляющая, либо вы сами. Вот здесь у нас тоже дверь не открывается вообще. В свое время родная дверь вся развалилась, мы ее собрать не могли ничего. Мы по дешевке с рук купили дверь, поставили сами. Но лестница там тоже вся, на нее не ступить никак. Тут все заколочено, никак не выйти. Все запасные выходы заколочены, а пожарные лестницы сгнили. Нельзя не отметить, что управляющая компания косметический ремонт все же сделала. Поменяли в коридоре проводку, заменили плафоны, подкрасили местами стены, сняли почтовые ящики. А вот вернуть их на место, видимо, забыли. Теперь корреспонденцию оставляют в дверных ручках или под доской для объявлений. А вот заявка на замену входной двери, которая не закрывается из-за перекоса, лежит в чьем-то столе уже пять лет. Герои нашего сюжета хотят самых обычных вещей. Жить в человеческих условиях и не бояться каждую минуту за себя и своих близких. Но как этого добиться, если никто не хочет слышать о проблемах, о которых буквально кричат жильцы дома 9А по улице Заводской и будто с издевкой утверждают. Нарушений не выявлено. Живите и не жалуйтесь. Екатерина Дементьева, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. С 1 сентября текущего года горячее питание для всех учащихся начальных классов станет бесплатным. Речь идет о тех школах, в которых есть технические возможности для приготовления полноценных обедов для детей. Остальные школы должны перейти на новую систему до 1 сентября 2023 года. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Готовность региона к реализации закона обсудили сегодня на совещании с участием депутата Госдумы от Ненецкого округа Сергея Коткина, вице-губернатора Натальи Сидоровой, окружных депутатов и координатора партпроекта «Новая школа» Татьяны Бадьян. Встреча состоялась на базе четвертой школы. Ирина Никешина расскажет подробнее. Перед началом совещания делегация во главе с Сергеем Коткиным побывала в школьной столовой. По словам директора образовательной организации Веры Кременской, за одну перемену здесь питаются порядка 250 детей. Какое твое самое любимое блюдо? Здесь все. Все нравится? Девчонки, вам нравится школьная еда? Да. А какое любимое блюдо? Что больше всего любите? Кашу. Что? Кашу. Порядка 70% от общего количества учащихся школы питаются в столовой бесплатно. К ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных или многодетных семей. Остальные обедают самостоятельно или на условиях софинансирования. Как правило, первые, четвертые классы, начальная школа, они практически питаются 100% организованно. То есть там родители доплачивают, округ доплачивает. То есть вот это софинансирование по этому принципу идет. У старшеклассников, конечно, есть процентов, там может быть процентов около 30, которые питаются самостоятельно. В сутки на одного ребенка горячее питание в школьной столовой обходится семье в 49 рублей. Столько же доплачивает округ. С нового учебного года все учащиеся начальных классов будут питаться бесплатно. Принят федеральный закон по детскому питанию, по начальным классам. Пока что по начальным классам давно мы об этом говорили. Предлагалось стакан молока. Но мы всегда наставили на том, что это должен быть не стакан молока, а полноценное горячее питание с горячим вторым, горячий напиток. Поэтому в эту региональную неделю было поручение председателя Государственного федерального собрания с тем, чтобы мы на местах посмотрели готовность региона к полноценному питанию детей, прежде всего начальной классы. Напомню ранее предложение по обеспечению школьников с первого по четвертой классы бесплатным горячим питанием. Послание федеральному собранию огласил глава государства Владимир Путин. Предполагается, что средства на эти цели будут поступать в том числе и с федерального бюджета. Впрочем, это не относится к регионам-донорам, в числе которых и Ненецкий округ. Насколько мне известно, акцент Виталиевич Цибульска и Шевкина в этом плане работают с министром просвещения. Кроме того, подготовлены все письма. От меня тоже подготовлено письмо на министра. Более того, я общался с заместителем министра Зинкевичем, мы эту тему обсуждали. Насколько мне известно, Голикова дала сейчас поручение проработать эти вопросы и посмотреть в целом, чтобы Ненецкий автономный округ, значит, тоже было какое-то федеральное финансирование, поскольку мы прекрасно понимаем, что мы существенную долю в целом налогов отдаем на федеральный центр. Порядка 100 миллиардов рублей в Архангельскую область. Это огромные суммы. Тем временем в регионе ведется активная работа по подсчету необходимых финансовых средств, которые потребуются на реализацию федерального закона по обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием с нового учебного года. На четыре месяца по предварительным подсчетам потребуется дополнительно в бюджете 25 миллионов рублей. Ну и, соответственно, на год это порядка 55 миллионов рублей. Вопрос будем обсуждать и в дальнейшем. То есть понятно, что начальная школа будет питаться бесплатно. Обсуждаем также питание детей на селе. Но эта работа будет продолжена в дальнейшем. Планируется, что поправки в бюджет текущего года могут быть рассмотрены уже в марте. Отмечу, что введение бесплатного горячего питания для школьников первых четвертых классов будет поэтапным, начиная с 1 сентября 2020 года и вплоть до 1 сентября 2023. В Нарьинмаре подвели итоги регионального этапа конкурса сочинений в бессрока давности, посвященного 75-летию Победы. В конкурсе приняли участие 76 учащихся с 5 по 11 класса из 14 школ округа. Кто победил и представит регион на всероссийском уровне, расскажет Александра Литкова. В конкурсных сочинениях школьникам предлагалось раскрыть один из вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Биография ее участников, тружеников тыла, созданием мемориалов и памятников. Тему сочинения участник выбирает самостоятельно. Девятиклассница Алина Маряшина в своей работе решила рассказать о творчестве писателей и поэтов-фронтовиков. Я хотела рассказать о том, какие были поэты, что они писали в своих произведениях, стихотворениях, какие там были проблемы, допустим, в каком-то произведении и все, и немного об их жизни. Конкурс проводится в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из 76 работ комиссии предстояло выбрать лучшую. В комиссию вошло почти от всех образовательных организаций по одному представителю. Комиссия осмотрела, читала эти все сочинения, разные жанры там были, рассказ там, экскурсии заочные и так далее. Все читали, баллы ставили. По баллам, у кого больше баллов, тот и вышел в победителей, в призеры. Больше всех баллов набрала работа пятиклассницы школы-поселка-искателей Людмилы Кожиной. Награждается Кожина Людмила Александровна. Люда признается, ничего сложного в написании сочинения не было. Нужно просто интересоваться и хорошо знать историю своей семьи. Мне захотелось поделиться историей своего прадедушки, который прошел всю войну и дошел до Берлина пешком. Мне очень понравилось про него писать. Я узнала больше о нем. Мама показывала мне фотографии. Мы вместе с ней сочиняли, как писать, написали даже диалог с ней. Второй стала восьмиклассница из поселка Каратайка Лана Валей. Третья заняла ученица пятого класса школы села Коткино Елена Меццо. Все участники получили сертификаты и памятные подарки. Лучшее конкурсное сочинение и сопроводительные документы победителя переданы на федеральный этап, результаты которого подведут 28 февраля. По итогам будут выбраны восемь победителей. Именно они смогут принять участие в параде победы 9 мая в Москве на Красной площади. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 10 тысяч тюльпанов голландских сортов распустятся к весеннему празднику в Нарьинмаре. В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к срезке первых цветов. А уже на следующей неделе начнется их реализация населению. Подробнее в материале Ольги Руссул. 99% женщин по статистике в качестве лучшего подарка на праздник выбирают цветы. Впрочем, джентльмены тоже в большинстве своем с ними согласны. Какой ты подарок бы хотела получить на 8 мая? Я бы хотела цветы получить. Какие? Розы. Розовые, возможно. А ты? Тоже розы, только белые. А какие цветы вы любите? Я не знаю, но золото. Хоть какие, мне все равно все нравятся цветы. Цветы. Какие? Я люблю ромашки. Ромашки и в горшках, да. В этом царстве цветов, несмотря на злые морозы, царит весна. Бутоны набирают силу. Самое время приступать к их срезке. Срезка тюльпанов начинается тогда, когда бутон набирает цвет, окрашивается. И тюльпан не просто срезают, а оставляют луковицу, чтобы поступали питательные вещества. Примечательно, что тюльпаны тепличного комбината «Солнышко» имеют высоту 50-60 сантиметров и крепкий стебель. Традиционно в тепличном комбинате «Солнышко» высаживают порядка 13 наименований голландских тюльпанов. В этом году их около 10 тысяч штук. А вообще тюльпан, он же хранится больше месяца. Поэтому, создавая ему условия хранения, мы срезку начинаем тогда, когда тюльпан окрасил бутон. Он готов на срезку. Его не оставляют на корню. Его надо обязательно срезать и убрать в холодные температурные условия. Обычно тепличный комбинат работает в соответствии с заявками. Тюльпанов выращивают столько, сколько гарантируется реализацией. Получается, примерно 4 пятых от всей партии цветов – это заявки организаций. Основной наплыв покупателей ожидается здесь уже на следующей неделе. Чуть позже тепличники займутся выращиванием уличных цветов. Но и здесь все зависит от заявок. В последнее время высока конкуренция. В ценовой политике продукция комбината не может противостоять привозной. Но качество все же остается за нашими теплицами. Потому что мы выращиваем цветы, готовые уже, не рассаду, мы выращиваем готовые цветы, которые, посадив в грунт, можно сказать, что это готовая клумба. А те цветы из московского региона, которые привозят, цветы мелкие, им надо прижиться. В наших условиях не всегда благоприятных, более прохладных или дождливых. Цветам очень некомфортно. Кроме того, тепличный комбинат ежегодно выращивает порядка 3,5 тысяч тонн цветов в горшках. Эта продукция пользуется большой популярностью. Если тюльпаны – это сезонные растения, то горшечные цветы круглый год ждут своих потенциальных хозяев в тепличном комбинате «Солнышко». Ольга Русыл, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Масленичная неделя в самом разгаре. Этот восточнославянский традиционный праздник отмечается в течение недели перед Великим постом. Им провожают зиму и встречают весну. Подробнее о главных традициях масленицы расскажет Наталья Дуркина. На Руси в старину готовились к масленице задолго до начала праздничной недели. Мастерили куклу из лоскутов, сена и веток. Процесс проходил без единой иголки и нитки. Делалась куколка, одевалась куколка в старые тряпочки, чтобы она могла взять с собой все ненужные, плохое. Когда куклу масленицы смастерили, время готовить на стол. По преданию, в эту праздничную неделю никто не работал. Все ходили в гости и пировали. Масленица – это традиционный русский праздник. Празднуется масленица неделю. И празднуется она за неделю до Великого поста. Готовятся к ней, начинают задолго, закупают продукты, моют избу, потому что нужно справиться очень сытно и весело. Причем каждый день масленицы имеет свое название. Так, например, понедельник называется встреча. В этот день начинали печь блины и мастерили кукол. Вторник – заигрыши, среда – лакомка. Считался самым вкусным днем. Хозяйки не отходили от печки и целый день принимали гостей. В четверг – это был широкий разгул. Тут вовсю у нас шло гуляние. Катались на лошадях, катались с гор. Кстати, еще была такая примета, когда катались с гор, то чем дальше докатишься, тем дольше проживешь. Поэтому старики просили, чтобы их тоже прокатили. Их поднимали на гору, садили на рогожку и катили. А там внизу встречали. Правда, современная вариация праздника проходит не так масштабно. Хотя одно остается неизменным – блины. Специально для зрителей телеканала «Север» шеф-повар Ристабара Кочевник Антон Цыганов провел мастер-класс по изготовлению блинчиков. Тесто два вида будет. Одно будет тесто классическим, одно будет с добавлением дрожжевого. Молоко, кефир. Плюс у нас идет… мы будем делать с припеком. Чтобы понимать, что такое припек – это блин с наполнителем. Но если мы изначально делаем блины, а потом в них заворачиваем наполнитель, то здесь мы уже будем жарить вместе с ними. То есть мы подготовили лук, подготовили яйцо, подготовили зелень. Лук мы обжарим, яйцо порубим, смешаем. В дальнейшем я это все покажу. Изначально замесили тесто двух видов и оставили его доходить. В это время занялись приготовлением припека. Здесь он представлен в двух видах – с яблоком и с яйцом, луком и укропом. Мы добавим в него яйцо и зелень. И потом одна из наших начиночек будет готова. Как только тесто подошло, начинаем выпекать. Самое главное – успеть выложить припек, пока блин не схватился. Такой способ приготовления праздничного лакомства пользуется большой популярностью. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok